Дом 2 Здравствуйте! Я Ксения Собчак. Это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера мы попрощались с Сашей Дюкаревым, который, несмотря на шикарные внешние данные, так и не смог очаровать ни одну из наших девчонок. А сегодня мы ждем двух новеньких девушек. Одна из них поселится в нашем городке и примет участие в борьбе за любовь. Наши парни должны будут внимательно присмотреться к ним и выбрать ту, которая останется. Сегодня 151 день нашей телестройки. Недавняя ситуация с отсутствием стабильных пар изменилась к лучшему. Одиночек в нашем городке осталось немного и, возможно, в скором времени станет еще меньше. Оскар Каримов и Даша Сазонова пока не объявили себя парой, но все заметили, что Оскар стал гораздо теплее относиться к Даше. Иван Борисевич по-прежнему ухаживает за Катей Тачевой. Ваня уверен, что у него получится завоевать сердце неприступной красавицы. На днях Майя Абрикосов уехал в Воронеж решать проблемы с институтом. Солнце поехало с ним, чтобы поддержать своего возлюбленного. Ура! 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 Ровная, ровная! Гостинцы. Привет. Вот так. Так, гостинцы. Здорово. Что такое? Гостинцы. Я победил гориллу! Но вчера же и голосовал. А смотришь, что ты? Победил? Да. Он остался. А кто? Ага. Сашка ушел? Да-да-да. А, там уже не брать за него. Да, меня очистили, все хорошо. Да? Да. Серьезно? Да. Кому сегодня придет интересная девочка? Ха-ха-ха-ха. Наверное, кто бы мне Стасику придет. Стасику? Не, мне кажется, что как всегда. К Неледову, кроме Костепе. И к Майе еще. И к Майе, да. И к Майе. Была тут девушка одна, пришла к Майе. А сейчас встречается с Неледовым. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Кидай! Кидай! Да. Оп. Ну, немножко непонятно. Лучше бы донес. Стасос! Вот он, домик наш. Вернули, наконец. Чистота и уют. У нас уже обогреватель стерли оттуда. Кто? И зеркало. Кто, Неледовы? Семья... А, Степа? Менщиковых. Заразы. Открывай, открывай. Открывай. Все? Да. Я думаю, больше к Майе не придет девушка. Иначе Наташка будет ревновать. Потому что все девочки, которые будут приходить к Майе, они рано или поздно будут влюбляться в Неледова. А зачем? Нам надо, чтобы Наташка ревновала. Да, Наташка? Правильно. Нам надо. Почему? Ну, больно. Для этого действительно надо. Не надо нам, Саша. Ну, ладно. А, да, я забыл. Не надо. Я пошел, вам отнесу. Зайдешь за мной? Я, да, за тобой зайду. И пойдем с ней, ладно? Батареи свои забирайте. О, фундамент, отлично. Чистенько все. Всем пока! Надеюсь, что наше свидание продлится до завтрашнего дня. А мы куда собрались? На свидание. На свидание. На свидание. На свидание. Вот как раз лимон, это мне и не хватало. Пока. Зарви ракету. Зарви ракету. Надеюсь, тебе понравится мое экстремальное свидание. Здорово. 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 Ладно, шлюпа. Пока. Ребят, главная новость сегодняшнего дня, это, конечно же, наши дорогие солнце и май. Ребят, вас с возвращением. Спасибо. Вас поздравляем. Расскажите, как вы съездили? Мы замечательно съездили, все хорошо, меня отчислили из института. Ну ладно. За плохое поведение и за прогулы? За прогулы. Поведение? Им просто не нравится, как ты себя ведешь здесь? Может быть, они не одобряют твоего поведения на проекте, май? Мой выбор они одобряют, солнце им очень понравилось. Им не нравится, что я пою здесь чистушки матом. То есть, из-за этого тебя отчислили? Из-за этого тоже. Скажи, пожалуйста, а эта поездка в ваших отношениях с солнцем что-то дала? На самом деле, очень много дала поездка, в том плане, что я знаю, что май такой же, какой в жизни. Его очень любят ребята, которые там были. Мне много о нем рассказывали. Я познакомилась с родителями, для меня это тоже важно. И очень хорошо, что мы поехали вместе, потому что я не знаю, как бы я без него вот эти три дня. И я не знаю, как бы он без меня. А я, там столько моментов было, где солнце как настоящая женщина. Там все разрулит. Так вообще не настоящая женщина, как настоящая женщина. Отлично. Ксюшенька, проявляться, понимаешь? Проявляться, как настоящая женщина. То есть, у меня там психоз какой-нибудь солнца, и все хорошо. Хорошо, ребят. Наконец-таки вы к нам вернулись. Мы все безумно рады, очень скучали. Мы можем. Но тем не менее, все наше внимание все равно приковано к нашим новеньким девушкам. Встречаем наших новеньких! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, какая красивая таянка! Вам будет девочка привела! Из Италии. Только встречайте! Девушка Ксения приехала к нам прямо из Италии. О, красиво! Она приходит сюда, а ты сюда. А ты, да. Ксюха, я понимаю, что после твоего прихода это очень сложно. Давай все-таки попробуем переключиться на наших новеньких девушек. Как вас зовут? Меня зовут Настя. Я из города Нижнего Новгорода. Спасибо. Хорошо. Меня зовут Оксана. Я из города Москвы. Ну что ж, отлично. Оксаночка, расскажи о себе чуть-чуть. Я работаю в аэропорту Внуково. Почему-то я тебя зовут Нижанна. Я не понимаю. Стюарная. Работаю барменом. Барменом. Да. Скажи, пожалуйста, а почему ты пришла на этот проект и что ты хочешь от него получить? Хорошо, дай тебе видно. Ну, во-первых, мне очень интересны ребята. Хочется поближе с ним познакомиться. Все-таки интересно. А кто конкретно тебе интересен? Мне? Оль Бузова. О! Серьезно? Нет, из мальчика все-таки. Нам было бы интереснее. А из мальчика? И Оскар нравится? Нравится. Ну, с новым цветом, ну, нормально. Это Стас. Стас. Стас, да? Ну, хорошо. Оксаночка, у тебя есть какое-то хобби? Может быть, ты любишь чем-то заниматься, петь, танцевать? Вообще, я хожу каждую пятницу, субботу в клуб. Клуб. То есть ты умеешь хорошо танцевать? Нет, я не могу сказать, что я танцую прям отлично. Ну, вот так я расслабляюсь, отдыхаю. Мальчикам нравится? Мальчикам? Мальчикам нравится. Ну, это самое главное. Ну, что ж, давайте перейдем к Настеньке. Настя, расскажи немного о себе. Чем занимаешься, учишься? Я учусь в университете. В каком? Университет Российской академии образования. Учусь я на втором курсе на психолога. Вот я так и знала, что сейчас скажу. О, у нас тут много колес, собрания психологов. Что ты интересного можешь о себе рассказать? Хобби? Я не знаю, мне нравится все интересное. Особенно мне нравится. Балет мне очень нравится. Классические танцы. Скажи, пожалуйста, зачем ты все-таки пришла на этот проект? Выиграть дом, построить любовь? Ну да, выиграть дом, это, конечно... А что с психологами? Да. То есть прежде всего твоя цель – это дом? Нет, просто у меня есть младшая сестренка и три младших братика. У нас пять человек? Да, у нас нет родителей. Я как бы самая старшая, я за всеми за ними слежу там. То есть получается, что ты тянешь на себе пять детей? Да, так получается. Ну, четырех. Ну, четырех, да. Ну, нет, я сама-то пятая, то уже один. То есть получается, что для тебя дом – это необходимость? Очень большая необходимость. Но, соответственно, получается, что для тебя любовь на втором месте. Ты готова встречаться с человеком, который изначально, может быть, тебе не очень нравится для того, чтобы выиграть дом? Нет. Ну, хорошо, давай вернемся к тебе, Оксан. На что готова ты ради того, чтобы попасть на проект и выиграть главный приз? А здесь есть какие-то условия? Первое условие – это разбить пару Стёп и Алё. Второй вариант – это разбить пару Майя и Солнца. Ну, не знаю, вот насчет пар. То есть ты такая, не будешь пары разбивать? Мне кажется, здесь все пары такие крепкие. Ну, мне так кажется. Ради кого ты приехала в наш проект? Кто тебе нравится? Ну, мне нравится. Ну, я не ради приехала. Мне нравится Роман, мне нравится Стёпа, нравятся братья. У тебя неплохой вкус. Да-да-да. Скажи, ну, что ты можешь привнести вот в этот сплоченный коллектив? Здесь задерживаются только те, кто вносит что-то новое. Что ты можешь предложить ребятам? Себе. Ну, хорошо. Я думаю, что… Я могу предложить. Что? Я могу предложить Року и Ферн. Нет. Показать девочкам, как надо убираться. Скажи, пожалуйста, вот Оксана кого-то выделяет. Может, ты тоже кого-то выделяешь на нашем проекте? Ради кого ты приехала? Ну… Серьезно. Ну что, я предлагаю перейти тогда к вопросам. Я думаю, мальчишки уже все в нетерпении. Начинаем мы с мая в этот раз. Девчонки, расскажите про свою мечту. Какая главная мечта у тебя? У меня не главная мечта. У меня есть мечта научиться вообще отлично играть в футбол. Прекрасно. Мы, кстати, играли. А у тебя, Оксана? Ну, наверное, всего мне больше хочется быть независимой в этой жизни. Ну, от мужчины. Ну, как бы, чтобы мужчина был рядом, но при этом от него не зависеть полностью. Быть самостоятельной. А что ты об этом мечтаешь? Зачастую ты зависишь от мужчины? Нет. Нет. Я хочу вообще на дальнейшее. Потому что мало ли получится так. Вдруг попадется какой-нибудь товарищ. Рома, например. Поселит тебя в свой домик. Выйдешь за него замуж. Будешь найти его зажистимость. И будет он тебя держать вот так. Или там, дорогая, сколько тебе нужно денег? Я знаю, что на кастинге ты рассказывала что-то про Испанию. Да, да, да. Я в дальнейшем будущем хочу поехать в Испанию, как бы, и там обосноваться самостоятельно, сама собой. От мужчины ты независима. Мужчина тебе не нужен. Жить ты будешь в Испании. Зачем ты переехала сюда? Что тебе нужно? Найти свою любовь. Правильно. Так же, как и ты. Ну что ж, Стас, твой вопрос. Ну такой простой вопрос. Расскажите про себя, например, своё хобби. Что любите? Поёте, танцуете, играете? Всё что угодно. Я вообще люблю стихи. Очень люблю Шекспира. Очень люблю. Может быть, вы читаете что-нибудь? Ну, надо мне сообразить немножко, подумать. У тебя как раз есть время подумать, пока отвечает Настя. Хочу танцевать со Стасом. Она всё знает. Она как истинный психолог, прежде чем прийти сюда, полностью проанализировала ситуацию. Хочу убираться. Хочу танцевать. Не фотографироваться. Со Стасом надо было добавить. А я всё умею. Хорошо. Стихи. Созрели? Нет. Давай я подскажу тебе. Давай. Ромео и Джульетта. Ромео и Джульетта. Защищайтесь, подлые капулетти! Ааа! 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 Ну, ребята, мантеки! Аааа! Есть повести прекраснее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Ааа! 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 Конечно! Ваня, тебя уже выбрали один раз, понимаешь, на своё горе, поэтому уже сиди тихо, пожалуйста. Какая ирония? Это из Ромео и Джульетты, когда Ромео и Джульетты прощаются, когда он приходил к ней, и вот они прощались. Прощай, прощай, спокойный сон к тебе приди, и сладкий мир разлей в твоей груди. Прощай, прощай, а разойтись нет мочи, так и твердить бы век, спокойной ночи. Рома, твой вопрос. Мне интересно, вот следующее, сколько у вас было мужчин в жизни? Только не лукавьте, пожалуйста, это очень важный вопрос для всех молодых людей. Мало. Мужчин не было. Как-то там. Были мальчики там. Аааа! Ну что ж, Рома, вообще, ты же знаешь, каждый, кто не первый, тот второй. И женщинам такие вопросы не задают. Саша. Я за естественную красоту. Вы, девушки, я вижу, мало краситесь, да? Вообще не краситесь. У вас сейчас есть краска на лице-то? По-моему, нет. Леснички только у меня. Леснички, вот тогда отлично. А у нас? Мы, я думаю, все хотят посмотреть на вас настоящих. Держи зерки. Держи зерки. Держи зерки. Держи зерки. Так, вопрос у меня теперь к Александру Нелидову. Саша, что ты хотел этим добиться? Естества. Увидеть настоящий лик этих двух вечерок и девушек. Но разница есть какая-то? Да. Нет. Вы видели красные круги под глазами, да? Да. Ну что ж, я думаю, что вопросы были не исчерпывающие, поэтому девчонки останутся с нами до вечера и вечером, ребята, вы сможете сделать свой выбор. Помимо всего прочего, сейчас я вам назову победителя среди зрителей на приз месяца. Им стал Сергей Макусеев из города Тосно, Ленинградской области. Он также, как и Роман Третьяков и Оля Бузова, отправится в романтическое путешествие в Венецию. И тоже, может быть, кого-то с собой возьмёт. Ну что ж, у меня есть ещё для вас одно объявление. Эту неделю я была здесь за двоих. Сегодня приехала Ксюнечка. Я вам дам сегодня возможность на лобном месте с ней пообщаться. А сама чуть-чуть сегодня отдохну. Так что увидимся завтра. Всё, пойдёмте. Девочки, пойдёмте, мы вам покажем. Собираемся на стройку! Дом 2 Ребята, я очень по вам соскучилась. Я рада вас всех видеть. Ну что ж, сегодня остается готовить Оксана и Рома. А убираться будут Стас и Настя. Ну а остальным все за мной на любимой стройку! Ооооо! Пригал пикая! Зоу, старfach! А09! Ооооа! Пож forward! ! Ну аааа! Хе-хе-хе-хе-хе! Это Ваня у нас такой, Олег. О, здесь труба. Скорее, 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 скорее. Вот у него горочек, у него. Очень угорочек какой, хоть какой. Ой, малявка такая, вообще такая прелесть. Учего он на тебя отреагировал? Ребята, сегодня мы занимаемся подготовкой фундамента для будущей пристройки. Для этого нужно будет подготовить подушку из песка. Вырытую траншею вы засыпаете песком. Толщиной слоя песка будет 20 сантиметров. Хорошо? Всем за день поведом. А я пойду проверю, как ребята там готовят. Окей? Окей! 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 Стёп, ой, Саш, я оставляю тебя сейчас за главным, поэтому проследи, чтобы пока я там, ладненько? На секундочку оставляю. Ну-ка, Павел. Где у нас фарта? Чё? Фартуки. Нету. Нету? А не знаешь, где фарта? Где? Под столовой. Там вот промежутки. А мы с тобой сегодня вообще пообщаемся? Да, сейчас я домой посаду. Хорошо. Ну и пообщаемся. Ой, замечательно. Правильно, правильно, так на него надо давить. О, конечно. Да, я на самом деле смотрю, она прям такая. Стас! Стас! Он так пошёл. Стас! На фарта, Стас! Прикольно. Я сразу в неё вцепилась под ручку и всё. Прикольно, прикольно. Это очень здорово. Так весело. И вот так. А тебе кто? Больше Оксана или Настя? Мне рыжая больше нравится. А как она? Да, Настя? Да. О, что-то у нас Настя не задержится, честно говоря. Не задержится. Что-то вообще. А нас класс-то не нравится. Нравится? Нравится. 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 Мне кажется, нет. Мне тоже кажется, нравится. Эй, куда? А ты за ту девочку, что ли? А знаешь, не то, что за ту, прям. Ну, а Роме какая нравится? Он ещё думает. Почему именно Стас? Почему ты именно выбрала Стас? Ну, он свободный, во-первых. Угу. Вот. Ну, он прикольный. А ты знаешь, что твоя конкурент, так назовём её, да, Оксана, что тебе тоже очень сильно понравился Стас? Сейчас она очень переживает с того, что, как бы, вас оставили собираться, вы будете подольше времени вместе. Как ты отрениваешь свои шансы? Ну, я думаю, что всё будет хорошо, если я останусь. Ну, если мы так вообще нашли общий язык, так всё нормально, мы разговариваем, общаемся. Что-то интересного о нём узнала? Да я всё знала, в принципе. Ну, я же смотрела. Он отличается, как он по телевизору и жизнь? Нет, нет, не отличается. Один и тот же, да? Как ты думаешь, кого сегодня вечером оставят? Тебя или Оксана? Я хочу, чтобы меня. Ну, я знаю, что ты хочешь, но тем не менее, как ты думаешь всё-таки? Ну, я думаю, что меня. А ещё здесь нельзя ничего скрывать. Да. А может быть, для тебя сначала дико покажется, что обычно в жизни мы стараемся свои какие-то интимные мысли, что ты кому-то нравишься скрывать, утаить. А тут надо в лоб. Мне нравится то-то, то-то. Всё. И, кстати, к этому все относятся нормально. Ну, куда? Давай, может быть, сюда? А давай ещё дальше. Не то, что нормально к этому. Так надо здесь, по-другому. Ну, понятно. Вообще, не выживешься. Ну, короче, тогда с нас не очень нравится. Вот это место, где мы сегодня будем развлекаться. Ты же, наверное, поняла, что я люблю такие довольно-таки спортивные виды свиданий. Так что готовься. Так здорово. Я думаю, тебе понравится. Очень. Ой, да, хорошо. Вот это называется скальные туфли. Ага. А это у нас ещё беседка. Я как понял, у тебя 36-й размер, да? Да, правильно поняла. Я прям в точку попал. Ну, звезду я с ним, конечно, не смогу достать, но зато смогу достать вон тот хветочек, который лежит виситой. Да, без того. Я сейчас это сделаю. КОНЕЦ Спасибо огромное, что ты меня сюда привел. Мне так понравилось. Я первый раз в жизни лазила. Мне... Не передаваемые ощущения, на самом деле. Так здорово. Если честно, вот эта идея возникнула спонтанно. Как тебе? Самый лучший был момент – это цветковый. Да, вот, вот. Как тебе цветковый цветок? Да, но это идея тоже. Я решил тебе подарить такую прекрасную красоту. Она как раз в расцвесе сил. Распределилась. А, почти как я. Да. Благоухает, светёт. И она тебе красит. Спасибо. Естественно, сегодня на стройке мы с вами будем обсуждать новеньких девушек, которые к нам приехали. И на лобном месте вам, мальчикам, нужно будет сделать выбор, кто останется. И ещё, вот самый главный момент. И Оксане, и Насте понравился Стас. Как вы думаете, на кого пойдёт выбор Стаса, у кого больше шансов? На Настю. Почему, Саня? Она, я думаю, ему подходит по характеру, тем, что она добрая. И у неё есть вот это чувство ответственности. И к тому же, когда только девочки пришли, Стас сразу на неё обратил внимание. Мы рядом с ним сидим. Смотрите, вот у вас совершенно разных типажа, да? Оксана такая стервочка, сексуальная, хитрая. Настенька, скромная девочка, мягкая. Одна зарабатывает на всю семью, да, у неё четыре брата. Вы думаете, вот именно этим три брата, да, и одна сестра. Именно этим она и подкупила Стаса, вот именно вот этой жалостью? Нет. Она очень уверенный в себе человек, и она очень сильный человек. Но добрый. Поэтому, если она и привлекает внимание Стаса, то только не тем, что её жалко. Хорошо, но чем же хуже Оксана? Оксана девочка такая, как мне показалось, на кухне, которая требует к себе внимания. Таких баронесс уже достаточно у нас. Она зашла на кухню, ой, а кто мне сделает кофе или чай? Я так на неё посмотрю. Поэтому у меня девушка есть. Девушка, что делать? Да, ради кого стремиться. Я выберу, наверное, рыженьку. Это кто у нас? Настенька. Настенька. Исключительно из практических соображений. На лобном месте она мне показалась действительно не той, которая говорит, да, я люблю работать, да, я люблю готовить, убираться. Она действительно это будет делать. Она может это делать. У неё сколько там, семеро по лавкам, да, и действительно всё так и будет. Ну хорошо, ребят, ну кто-нибудь за Оксану вообще что-нибудь скажет, кому понравилась Оксана? Мне показалось, мне показалось, что в общении Оксана проще, чем Настя, на самом деле. Для общения, да? Для меня в общении проще оказалось Оксана, чем Настя. Мне с Настей тяжелее общаться, потому что она психолог. Я вижу, ты ко мне очень хорошо. Я слышал. Ну, я тоже так, баллы богу. Стараюсь как-то уделяйте внимание, ухаживайте с тобой. Потому что действительно... Это красные люди. Нет, ты не красные. Я это сейчас искрами делаю. Вот такие люди. Такие люди, как ты, мне действительно нравятся. Я пригласил на это свидание, чтобы попросить тебя стать моей дружкой. То есть, отбегай, папа. Ты согласна? Согласна. Да, вот так вот это происходит. Я согласна. Да. В принципе, я не собирался. Это же самая сумма. Ребята, ну, как правило, когда на лобное место приходили две девчонки, вы скромных, ну, старались не выбирать. Потому что что мальчики, что девочки скромные, вас никогда не устраивают. Вы боитесь, что при следующем голосовании обязательно уйдут, потому что вы так и не успеете их не раскрыть, не узнать. И они будут скучными. В чем она скромная? Она не скромная. В чем она скромная? Она трудолюбивая девчонка. Да? Она скромна в сдержанности, в том, что она пока с ним выставляет свои прелести. А Оксана выставляет? Ну, извините, даже хотя бы как бы... Трусы белые ее, я заметил. Извините, наши девчонки зачастую одевают юбки по самым балуже. Мы здесь живем дома. Мы здесь дома. Мы пижамки можем... Мы уже не обращаем внимание, что мы друг перед другом здесь ходим в трусах. А мы совсем посидим, она сидит напротив нас на лобном месте и показывает нам свои белые трусы. Подожди, ну может быть она решила, что раз у вас тут это так вот открыто и что все можно, ну почему бы я не стану одной среди них тут же. А я не воню сглазит тоже плохо. Май, а чем тебе не понравилось Оксана? Скажи, пожалуйста. Тем, что в жизни я встречал таких девушек. Ты считаешь, что эта девушка... Таким. Ты считаешь, что вульгарно, нелегкого поведения, так скажем, да? Нелегкого поведения, но и не особо тяжелого такого. По-моему, может быть я не мужчина, может я ошибаюсь, и может быть... Может я не мужчина, скажу, я не мужчина. Я может ошибаюсь, но мне кажется, что Оксана привлекательнее чисто внешне, чем Настя. И у нас были уж такие случаи, когда приходили девушки и выбирали ту, которая интереснее и менее симпатична. И все эти девушки оставались одни и потом впоследствии уходили. Да, вот то же самое я хотела сказать. Маш, ты так не считаешь? Одинаковые времена. Если честно, я не успела с ними пообщаться и потом вообще ничего не могу сказать. Могу сказать, что только, да, у Насти такая... Это не скромность, это сдержанность просто. Она не знает людей, она сдержанность себя ведет. А Оксана, она... Она, у нее какой-то потаенный смысл, зачем она сюда приехала. Показать себя, может быть? Да. Ты про Оксану же говоришь? Я не увидела ничего сверхъестественного вульгарного в поведении Оксаны. Серьезно. Я не говорю про вульгарность. Я не говорю про вульгарность. Нет, я, в принципе, просто отвечаю всем людям, которые говорят, что она вульгарна. Не в ее словах. Может, что-то я не увидела, может, что-то я не заметила, но я действительно ничего такого особенного не увидела. Нет, просто... Хорошо, ребятки, у вас сегодня будет предостаточно времени для того, чтобы побольше узнать и одну, и другую. Я надеюсь, что у вас все-таки об Оксане мнение изменится, потому что что-то как-то вот сейчас все не очень хорошо, так скажем. Да что-то вы сразу сделали резко, как-то вы сделали какие-то выводы непонятные по отношению к человеку, которого вы всего лишь знаете 10 минут. Поэтому давайте, у вас сегодня будет много времени, вы пообщайтесь, и к обному месту уже мальчики решат, кто сегодня останется с нами. Хорошо? Ура! Все, давайте. Что-то так вообще, как мне бесит, что на стройке было вообще. А что было на стройке? Ну а что мы можем обсуждать? Новых девочек? Да. Такие же склады правильные, вообще труба. Да? А Лену тем более. Что такое? Что говорит? Ну потом скажи. Ну говори, скажи, скажи, интересно. Ну говори, говори, не смущайся, а то у тебя свои, можешь не переживать. Я-то не могу. Ну скажи. Ну, интересно. Ну я просто не понимаю, ну сейчас как сами все так категоричные настроены вообще-то. Да? Да. Чего категоричные? Категоричные настроены. На кого на тебя? Кто? Ну девочки. Девочки? Почему? Такая вульгарная она, такая вульгарная. А я такая сижу, а вы все такие у нас, блин. А кто высказался? Катя, Аленка, Солнце, Май. Ну в общем. Братья. Но мне нужно было просто, знаешь, одеть вот такие ботинки вот на такой платформе. Вот на такой. Порвать джинсы. Или короче в джинсы затянуть. Надо было знаешь что... Шапоги, одеть кожаную куртку. Ты неправильно сказала. Надо было маску. И волосы вот так начесать. Гитару в зубы и короче... И сказать, что мне нравится Солнце и Алена. Да, Солнце и Алена. Я в восторге от Майя, это его песен. И все. И пять баллов. И от его прически. Никого нету. О! Хороший, Даша! У-у-у! Ну все, видите. А вот и вы. Нормально вот так. Вот новая девушка, ее уже оставили. Нет, еще не оставили. Оставили уже. Как вам? Ничего? Она нас сообщила. Она приехала ко мне. А где вторая? Да. Мы с ней сегодня объявим право. Как зовут девушку? Как тебя зовут? Здравствуйте. Мы с Настей и папой. У нас как? Здравствуйте. А-а-а! Привет! Привет! Привет, Энн! Мы соскучились по вас! Дом 2. Дом 2. Все те, кто собрался у нас здесь на телепроекте приехали к Станиславу Кариму. Вот. И чтобы каким-то образом Стас определился в своих предпочтениях, мы сейчас будем раскрывать каждую девушку по отдельности, вместе, как с на телепалгучицей. Итак, сейчас ты проверишь их физические возможности. Предлагаю тебе активно, очень интенсивно, импульсивно провести с ними зарядочку. Чтобы дамы разогрелись. Бег на месте, прыжки в сторону, влево, вправо, вверх и бег по кругу. Все. Музыка играет, чтобы дамам и Стасону было легче. Зарядочка у ребят. О-о-о! Стасон, активнее только. Давай ручками. Лёш, лёш, руками пошли. О-о-о, да. Разворачиваемся ко мне. Да, да, да. Держи, лёш, 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 лёш. Здесь, мне кажется, надо, чтобы вот так. Держи, лёш, лёш, лёш. Держи, лёш, лёш. Держи, лёш, лёш. Держи, лёш, лёш, лёш. Давай, давай, давай. У-у-у-у. Закатышок пошёл так вот. А ты чего учишь вообще? Девочки, интенсивней. Я так не могу делать. Вот, поехали вот так, как Сато. Я так не могу. У-у-у. На моём лог-экспрессии. Это значит, мы сейчас будем работать на ребят. И будем их экспрессивно на них наталкивать круто и ништяк. Значит, примерно происходит так. Сосон, тихо. Круто. Отлично. Давайте попробуем. О-о-о, отлично. О-о-о. Давай попробуем. Кошмар. Смотри, эта палочка, она знаешь, она сделана из бумаги. Она призвана для того, чтоб ты… О! Экспрессивна была! Экспрессивна. Я не поняла. Давай, попробуем. Э-э-э-э. Вот это. Я так не умею Давай, давай Я не могу Давай, давай, можешь, можешь, давай Круто, круто Отлично Мне кажется, еще не все потенциальные возможности этих наших очаровательных девушек раскрыты И сейчас будет следующее, очень важное для братьев Как бы это сказать Очень важный для братьев нюанс Могут ли девушки так же лихо танцевать брейк-данс? Сейчас мы на вас посмотрим Итак, братья Каримова сюда Играет музыка Вы показываете какое-то очень сложное брейк-дансовое движение Девушки это повторяют Вы стоите, смотрите А как это называется? А как это у нас? Слышишь, Стас? Как называется вот эта тема в брать-дансах, когда кто-то заказывает, кто-то должен повторить и еще круче сделать? Это идет батл вообще просто Батл Итак, батл у нас, друзья Батл братьев Каримовых и вот этих очаровательных девушек Поехали! Здравствуйте! Здравствуйте! У-у-у-у-у-у! У-у-у-у-у! Так, теперь... Я это делаю! Давай! Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Я не могу, я не могу. Я не могу, я не могу. Дом 2. Как построить любовь. Ну, ДНТ. По мне, из этих вот, так как две девушки приехали, все-таки надо делать какой-то выбор, все-таки. Мне вот Настя, она, я знаю, что она пассивная. Здесь будет очень трудно. Это факт, и не факт, что это будет когда-то же... Нет, я ничего не знаю, они оба не симпатичны. Как-то, ну, вот Оксана, она более ярче, интереснее. Даже вот на этом, мы сегодня были посвящены, но более интереснее. Мы сейчас поговорили. Оксана? Да. Не знаю, что тебе сказать. Действительно, сейчас как бы... Вот сегодня была у нас в Туреке, да? Тема шла там Анни, да, я, да? И мне так дошло, то, что плохо отзывались над Оксаной. Какие девчонцы. Ну, ты знаешь... Нет, мне это не важно, просто, мне кажется, просто люди уже реально... Я тебя сегодня на одном месте, да, может быть, это и есть. Это и есть. То есть ты думаешь, что ты... Они боятся, что я выберу Оксану, это стопуду, потому что если Оксан выбирает, то это будет реальная... Сильный игрок, сильный игрок, да. И поэтому, потому что все подходят, ой, Натанасе, Настя, 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 мне вот так пропадают. Забудьте о себе, то, что не девочкам выгодно, а именно вот тебе. Дорогие друзья, сегодня счастливый день. К нам приехали четыре девушки, две новеньких, одна солнце, и встречайте, Ксения Бранулько! Спасибо, любимые. У нас сегодня очень яркое событие, это приезд двух новых девушек. И мы с Ксенией их оставили на весь день, чтобы вы получше узнали друг друга, и к вечеру сделали правильный выбор. Определились, кто же все-таки из двух девушек должен остаться в нашем проекте. Но прежде чем вы сделаете свой выбор, я хочу дать каждой из девушек слово. Давай начнем с тебя, Настенька. День прошел здорово, весело, со всеми пообщалась. Спасибо. Ну, а какое самое яркое событие этого дня для тебя? Вот самое яркое. Это Стас. Хорошо, ладно. Оксана, как прошел день? День прошел замечательно. Самые сильные впечатления дня у тебя? Пообщалась со Стас. Очень хороший человек, очень замечательный. Тебе тоже понравился Стас? Очень. Так же, как и Настенька. Ну, хорошо, мы будем тянуть время, вот, и давайте начнем наше голосование, и начнем его со Стаса. Итак, Стас, кто покидает наш проект? Очень трудно было с ним выбирать, вообще не предполагалось, что две девушки приедут именно ко мне. И все они такие разные, разносторонние, у каждого свой образ жизни, свой духовный мир, очень трудно было. Настя, она поспокойнее и немножко потише, несмотря на Оксану, Оксана немного поактивнее. И это хорошо, то, что дали девчонкам действительно остаться до конца вечера, потому что это очень важно, поговорить девчонкам, вообще узнать их поближе. И все-таки очень интересно, Стас, кто должен сегодня покинуть наш проект? Я скажу то, что две девушки, а обои одинаково симпатичны, но мне лучше будет создать отношение, конечно, с Оксаной. Настя, извини. Спасибо, Рома. Я голосую против Насти, потому что, ну, в течение дня мы больше общались с Оксаной, мне это человек ближе. И мне кажется, уже Стас сделал свой выбор, поэтому отсюда и мой выбор. Настя должна уйти. Настя должна уйти. Спасибо. Саша. Мне обе девушки симпатичны, но больше всех мне понравилась Наташа. Я голосую против Насти. Почему, Саша? Я на самом деле хотел голосовать, мы строим здесь любовь и по симпатиям Стаса. Вначале он больше проводил время с Настей, и я даже подумал, что мне придется пойти не по симпатиям, а по выбору Стаса. Да, и мне приятно, что получилось, что наш выбор со Стасом совпал. Окей, спасибо большое. Ваня. Так как эти две девушки приехали к Стасу, буду руководствоваться его мнением. Скажу сразу, обе девушки не показались мне симпатичными, интересными, поэтому покидает нас рыженькая Настя. Окса покидает, Оксана остается. Спасибо. Оскар. С девушкой у меня практически время не было общаться. Я думаю, что согласен, что у Настя характер спокойнее. Я думаю, что здесь будет трудно. Поэтому я голосую в пользу Стаса против Насти. Спасибо. Степа. Я согласен с Ваней, обе девушки не очень симпатичны. Поэтому я тоже поддерживаю Стаса и голосую против Насти. Спасибо. Май. Голосование уже решилось, поэтому я не знаю, почему Стас сделал такой выбор. Мне более симпатичная девушка Настя. Она более приятна. Но так как уже незачем поддерживать, я отдаю свой голос в пользу Насти и против Оксаны. А ты был уверен, что Стас проголосует за Настю? Мне сначала казалось, что да. Я уже очень обрадовался, но мне сейчас... Ты считаешь, что если бы он выбрал Настю, это было бы правильнее? Мне кажется, Оксана и Стас это совершенно разные люди. Но, как правило, когда люди одинаковые, они не подходят друг к другу. Они не интересны. Если они одинаковые. Ну, давай мы посмотрим. А Насте, мне хочется сказать, что... Настя, ты ничего не теряешь. Хорошо. Да, действительно, я согласна с Майем. Мы посмотрим, как сложится дальше ситуация. Настю. Настюха. Ой, заплакала. Только не расстраивайся, пожалуйста. Не радуйся, что ты не тут осталась. Для тебя бы эта неделя была бы адом сейчас. Почему? На самом деле, очень страшно. И не повезло... Ребят, сейчас, пожалуйста, ладно, угомоним. Настя, дайте микрофон. Ну, ничего не могу спасать. Ну, передать привет бабушке-то, мы не знаем. Ну, просто мне действительно нравится этот человек. Вот. И все. Скажи, пожалуйста, в душе ты все-таки надеялась, что... Да, я лучше надеялась. Ну, Настя, нам действительно искренне всем очень жаль, что так получилось. Для сегодня тебе придется уйти. Вот, ну... Я тебя очень прошу, пожалуйста, не расстраивайся и... Ну, в жизни бывают разные ситуации. Сегодня так. Завтра будет по-другому. Ну, зубнись, пожалуйста, тетя, очень красивая улыбка. Улыбнись. Да, так очень. Это был телепроект Дом-2. Постройте свою любовь. Ничего страшного. Ладненько. Все нормально. Что ж теперь делать? Смотри, ну, я влюбляю, да? А пока... Да нет, ну, при чем тут влюбляет, не влюбляет? Ну, с другой стороны, смотри, ну, он был бы с тобой. Потом, посмотри, ты привязалась бы за неделю, а через неделю бы он понял, что ты ему не нужна. У тебя было бы еще больнее. Ну, зачем тебе это нужно? Зачем? Согласись. Лучше, пускай ничего не начинается, чем начинается, а потом еще от этого будет. Ну, хорошо, все, пойдем, я тебя положу, моя девочка. Ну, не расстраивайся. Так, я тебя поцелую щеку. Пока, пойдем, я тебя положу, давай ручку. Настя, а ты знаешь, что? Что мы... Счастливы! Смывайся, свет идет! Как-то летом мы приехали сюда. За проектом наблюдает вся страна. Мы мечтали Все пять кастингов пройти и остаться, Чтоб любовь свою найти Настя склёвых людей на проекте Лонг-2 Знали Ксения Завчак И Ксюша Парадина. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Продолжение следует...